Вы же за 17 лет ложились с ним в кровать. Вы его целовали, вы его обнимали. А в соседней комнате грыз ногти ваш старший сын. Да. Рос в комплексе, он формировался в мужчину. Понимаете? Да, такие есть. А у вас сердце не лопнуло в это время? Лопнуло. Я ему сказала, подожди, а как же любовь? А он сказал, какая любовь, Танюша? Мне от тебя нужны деньги и секс. Я Мариса Гузеева, это Давай поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Виктор, Андрей и Олег. А невеста у нас Татьяна. Здравствуйте. Что же вы такая робкая? Проходите, мы вам рады. Здравствуйте. Татьяна, 43 года. Ее первый муж привел в дом любовниц на третий день после свадьбы. А второй показал свое истинное лицо только после рождения второго ребенка. Татьяна продавец в магазине женского белья, владелица мини-гостиницы. Занимается фитнесом, стрипластикой и йогой. Признается, что любит целоваться. Татьяна избегает обладателей тонких губ и глубоко посаженных глаз. А также не находит общего языка с занудами, которые любят критиковать других. Выйдет замуж за легкого, веселого мужчину с предпринимательской жилкой, оптимистичным настроем и желанием жить для семьи. Вы вышли замуж по любви, но очень рано. Я скажу искренне, что мне этот муж первый, он помог в одном деле. Я его отблагодарила. Ну, в один раз отблагодарила, и сразу, получается, я забеременела. Хорошенько благодарна. А что, кормилица-то? Ну, это денег жалко. А это вот добра. Смотри, какие лучезарные, крутые глаза, видите. Ну, глаза честные, честные. Я спорить не буду, да, да, честные, интересные. Такая ображительная улыбка. Муж на 13 лет был у меня старше, он за мной ухаживал, предлагал мне замуж и добивался. В итоге, так как я забеременела, я согласилась выйти замуж. Но на третий день после свадьбы он привел своих знакомых. Это было три женщины. Объяснил он, это подруги, с которыми он хотел бы разделить свою радость, счастье. Ну, может, правда, подруги. Да, на самом деле, может быть, но он пошел их провожать и пришел через три дня. Женщина очень симпатичная. Уверенная в себе, сразу видно. Да, мне очень нравится. А вы его не искали? Вдруг он где-нибудь, его зашибло, машиной, утонул. Я доверяю. Нет, вы-то можете доверять. Но три дня нет законного мужа. Ну, послушайте, тут же поднял бы весь полземного шара. Мне кажется, он очень активный. Ну, мне как раз такие нравятся. Я не люблю мумии. Ну, хорошо, вот он возвращается через три дня. Я спрашиваю. Он говорит, я провожал, а потом он зашел к родителям. Я говорю, а потом? А потом забыл, что он женился. А потом вспомнил. А потом, а он говорит, а потом я немножко с друзьями еще отметила. Опять-таки свадьбу. У меня есть друзья. Погулять, что ли, что нельзя? Ну, так-то. Я хочу... Потом возраст все-таки запамятовал. Для него три дня, блин, как один час. Возраст же все-таки. Ну, в конце концов, я поняла и, в принципе, я узнала о том, что он играл в Лас-Вегас. Вот это да. Он оказался игроком. Он оказался... Оказался игроком. Да. Мало того, он проиграл квартиру вашу. Он проиграл квартиру. Вы оказались на улице. Он проиграл все. Он просто... Он мог в один день... Родители ваши были в курсе? Родители были в шоке. Не ожидал. Они не сказали, дочь, быстро все, собирая манатки, ребенка и живот и домой? Я это сделала быстрее, чем они сказали. Больше вы не видели с ним с тех пор? Нет. Ну, если я решаю, это навсегда. Не общались, ребенку не помогал? Нет. Вы смотрите, как мне нравится, как изящно она раскрывает пальчики. Тонкие музыкальные пальчики, да? Очень музыкальные, да. Дайте про второго мужа. Вот мне тоже из благодарности вышли замуж. Они второй раз были намного интереснее. Это было тоже, в общем-то, в поездке. Мы познакомились. И он очень благородно тоже с подарками пришел на день рождения моему сыну старшему. Ну, конечно, это называется подкат к ребенку. На благородно. Под самое дорожное. Правильно, естественно. Он действительно пришел с подарками, и мы начали с ним встречаться. Он пригласил в театр, в кино. Через сколько сдались и сказали, я твоя навеки, Вася? Он мне предложил буквально через полтора месяца замуж. Я, понимаете, я настолько была отдана работе, карьере, что мне как бы некогда было немножко на это обратить внимание. И моя лучшая подруга говорит, если ты не выйдешь за него замуж, я не знаю, что с тобой сделаю. Я говорю, тебе он нравится? Она говорит, да. Я говорю, хорошо, я выйду замуж. Но у меня было одно условие. Какое? У меня было условие, чтобы он меня взял целостно вместе с моим ребенком. А как, по-другому бывает? Чтобы он его усыновил, и чтобы сын никогда не узнал о том, что у него другая фамилия. А он что? Он согласился. И хорошо относился к ребенку, вот прямо с шоколадки, конфетки, на плечи гулять, 1 мая, ура. Хорошо относился до рождения второго сына. Он правду, всегда говорил правду. И говорит до сих пор, в общем-то. Думал, полюблю, не смог. И он начал обижать моего старшего сына. Может, он еще, как бы, как говорят, мужчин, не нагулялся еще мужчина. И этот груст такой ответственности. Не захотел на себя брать так. А сколько разница была к тому моменту между ребятами? 4 года. И сейчас тоже, да. И вот 4-летний ребенок, абсолютный ангел, маленький, которого он знает с 2 лет, да? А вдруг начинает его дико раздражать. И он не скрывает. Во всем, он его просто ненавидел. Он радовался только тогда, когда ему плохо. Детей или любить, или изначально понимать, что ты не полюбишь, и все. Не нужно будоражить. Не нужно будоражить. Когда обижают вашего ребенка, у самки, у матери, мозг перестает, ну, как бы, соображать логично. У нормальной, мне кажется, да? Когда она видит, что обижают его дитя, то есть у тебя инстинкт самосохранения. Ты понимаешь, что второй как-нибудь вырастет, не умрет, но первого нужно спасать. А вы ведь очень долго прожили с ним. И видели, как мучается пацан очень много лет. Это правда. До 17-ти, да? Мы прожили с ним 17 лет. 17 лет, то есть уже, когда он стал старшей дядькой. В общем-то, да, когда стал на ноги. Понимаешь, она своего старшего ребенка не защищала, а у меня с моей любовницей вот этой вот, что было, я даже иной раз защищал именно, когда она его слишком сильно наказывала. И вот все эти годы мальчик, а вы понимаете, что за программа записывается его, жил в унижениях, в ненависти, он ему желал самого плохого. Он его убил. Мало того, когда мальчик по простоте душевной спросил, папа, почему вот ты высокий такой, и Руслан высокий, а я маленьким сказала, потому что в тебе не моя кровь. Да. Да? Да. А вы ему сказали, козел, чтоб ты сдох, нет? Нет, не сказала, я просто ушла. Ну, как бы я вам так скажу, сразу не ушла, я просто поняла, что нет будущего. Нет, можно просто такой чисто бабский вопрос, но это мы же все разные все, да? Вы же за 17 лет ложились с ним в кровать, вы его целовали, вы его обнимали, а в соседней комнате грыз ногти ваш старший сын. Да. Рос комплекс, он формировался в мужчину, понимаете? Да, так и есть. А у вас сердце не лопнуло в это время? Лопнуло. Да? У меня даже все знакомые, подруги не спрашивали, сколько тебя хватит? Татьяна, вот на сколько тебя хватит? Надолго вас хватило, вы хорошо выглядите. Спасибо. Ну, потому что разошлась. Это бабская доля такая именно, отдавать себя в жертву ради ребенка, ради детей своих, она и живет для этого. Скажите, пожалуйста, а вот когда к вам пацан в 17 лет, он мог прыгнуть с крыши, повеситься, перерезать себе вены, все что угодно, потому что это такой возраст, когда он сам себе не принадлежит, пубертат, понимаете? Его же разрывает. Вот ему этот урод сказал, что он не его. Он к вам пришел с этой бедой? Да, сын пришел ко мне и говорит, мама, я хочу знать правду. И что мама? А мама всегда была в работе, и на этот момент я все отложила и рассказала ему всю правду. И он что? Он сказал, я понял, спасибо. Потом он подошел к отцу, спросил у отца, пап, правда ты меня бил? Он говорит, да. Правда ты меня ненавидел? Он говорит, да. Он говорит, спасибо, но тем не менее я тебе благодарен за все. Больше скажу, он даже говорил, что сын старший может находиться в доме три дня. Больше трех дней он не может находиться. Ему тогда некомфортно. Это мужу вашему, да? Да. За старшего сына. Это то же самое, что врач положит на операционный стол больного, разрежет, потом скажет, нет, вы знаете, вот я не смогу, давайте зашивайте. А вы ему продолжаете готовить без яда, да, вот и подружка вот это все, да? Дарить любовь я не могла, то есть, возможно, это моя... Вы просто выполняли супружеский долг, да? Я, да, я... Скажите, пожалуйста, а Руслан что-то начинал подозревать? Вы знаете, он достойный был отец для Руслана, на самом деле, пока он рос, Руслан, но произошел такой момент, от которого я тоже, ну, просто, ну, поняла, что наши отношения разрываются, хотя я терпеливая. Это прокожный диван история? Да. Это когда я пришла домой после работы и увидела, что мой сын спит на полу. Я говорю, Руслаш, я не пойму, что случилось, почему ты на полу, у нас белые кожаные кресла, диваны, почему ты на диване спишь? А он говорит, мамулечка, тихонько, вот давай не будем скандалить. Ну, папа хочет его вот сберечь надолго и сказал, спи на полу, а диван пусть нам служит. Это потом, когда вы будете его на погос нести, вы гроб ему отбейте, пожалуйста, вот этой кожи, если она сохранилась с дивана. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда я увидела, что такое отношение к моим детям... Нет, пока не надо, пока к первому относился, он 18 лет это все видели, работали, чтобы это не травмировать себя лишний раз, убегали на работу. Уже когда это Руслана стала задевать, тогда стала вашей точкой. Ну, когда они встали на ноги, сыновья, да. Да, и что вы ему сказали? Я ему сказала, подожди, а как же любовь? Любовь? Любовь к детям, любовь ко мне. А он сказал, какая любовь, Танюша? Мне от тебя нужны деньги и секс. Все равно, женщина, она, хоть есть деньги, секс, она любящая женщина. Должен ее уважать, ее должен ценить, должен ее на руках-то носить. Руслан, скажите, пожалуйста, а вы общаетесь с отцом? Вот когда переехал в Москву, уже перестал общаться. А чем вы занимаетесь здесь? Ну, я работаю официантом. Сейчас как бы работаю официантом, а потом... А сколько вам лет? 18. Не учитесь? Я учусь, только заочно. А старший сын где? В Торонто, он в Канаде. 22 года ему, да? Плечи как разъемты. Он знает, что он делает и несет для себя ответственность. Мне кажется, он еще все-таки очень сильно переживал от того эмоционального состояния, то, что в семье творилось. Да, да, да. И просто мама поддержит двумя руками. Вам 43 года, вы снимаете в Москве квартиру, работаете продавцом. У вас еще сын, собственно говоря, еще не определился. Мужчина что должен? Он должен облегчить вам жизнь или наоборот ее сделать радостной? То есть вот он... Конечно. Вообще... Я вообще хочу сказать, что я могу жить либо счастлива, либо еще счастливее. Мы решим с ним. Не-не-не, это вы решите, понятно. А сейчас моя работа заключается в том, чтобы вам подбирать. И выяснять, подходит он или не подходит. По потребностям. То есть он вам помогать материально должен. Значит, он должен быть обеспеченный. Либо, допустим, говорите, секс люблю, вот как с предыдущим. Значит, он должен быть помолошь, чтобы у него все функционировало. Может, еще что-то. Я не знаю, что вот это. Вы мне скажите. Вообще, вы хорошие перечислили. Мужчина в таком возрасте, женщине нужен для удовольствия. Все проблемы она уже пережила. Даже если он сейчас не обеспечен, мне это не страшно. То есть мы с ним заработаем на квартиру, на все остальное. У меня немножко богатство, это чтобы мужчина хотел и не боялся развиваться. Куда он должен, вам 43 года. Ваш мужчина будет либо ровесником, либо старшим. Хорошо. А куда он развиваться должен? Пенсии. А, поможешь пенсию, чтобы заработать. Не заработать, а в каком банке ее, какой банк поближе, ну, этим проблемой заниматься, где снимать деньги, пенсию. Ну, какое развитие. Я тоже спрашиваю. Какие вы наивные? Это слово, которое как бы культурно говорит о другом. Мужчина развивается или женщина развивается. Ну, может зарабатывать, в общем, сам себя хотя бы обеспечивать. Я не смотрю на имущество вообще никаким богом. Это вам не любят. Вообще, мне сердце, душа и мозги. Но не карман, не жилек. Будет нормальный союз, будет все. И квартиры, и дом. Мне нужен адекватный мужчина. Так адекватный при нас. Мне нужен адекватный, решительный мужчина. Счастливый вы человек, счастливая вы женщина, я даже вам завидую. Я завидую, потому что вот они в своем каком-то мире живут. Потому что я в глаза заглядываю своим детям, прошу прощения, в ногах валяюсь, извини, если я тебя там задела. Это не из-за меня все. Я другой не понимаю. Вы для меня, ну просто... Я скажу следующее. Загадка из загадок. Я даже вот... Мне кажется, вам нужно сейчас ползти в Канаду, устроиться работать уборщицей рядом со старшим сыном. Замаливать грехи, помогать ему с будущими детьми, которые у него родятся. Мыть полы, ходить за молоком, работать на младшего сына, чтобы он получил высшее образование, а не работал все. Потому что вы уже нацеловались, накувыркались, налюбились, нажились это все. И только в церковь и замаливать грехи. Видно, что еще у нее жизнь впереди. И еще поздно одевать одеяния монашки, как бы, и забыть о себе. Василиса, я думаю, ты найдешь какие-то хорошие слова. Я их не могу найти никак. Поэтому у меня даже нет жалости. А у меня нет жалости никакой. Татьяна, вы, конечно, продукт советской эпохи. Когда оценка социальной женщины и самооценка формировались в зависимости от наличия у нее мужчины. Главное, чтобы была при ком-то. Вот замуж выйдешь, если не схватишь этого первопопавшегося, завалящегося, ну, значит, кто-то его расхватает. Я считаю, что вы не имеете права просто на еще одну ошибку в своей жизни. В церковь, в церковь, в грехи. Замаливаясь, и все. Либо вы не любили никогда старшего сына. Прямо бегом. У меня множество к вам вопросов тоже, и Лариса просто их вынимает с моей головы, но я действительно постараюсь сегодня про другое. В вашем гороскопе за образом уже и первого, и второго, отвечали две планеты. Первая — Нептун. И действительно, это хорошо описывает игроман. В общем, такая маниакальная личность, непоследовательная, та, на которую нельзя положиться. Вторая — это Меркурий в падении. Это планета слабая. Инфантильный человек, который во всем зависел от вас. А неподдение расплатиться за беременность? Может, она и не любила этого сына, он ей мешал всю жизнь, что там подвергаться? Ребенок здесь вообще ни при чем. Здесь бесконечная зависимость от мужчин, которая формировала общественное мнение. Это именно зависимость. Вы зависели от второго мужа тоже. Вы не могли ни слова ему сказать. Вот сейчас ваши глаза стали серьезными первый раз за всю программу. Именно потому, что вы зависели от него. Вы это понимаете. От следующего мужчины тоже будете зависеть, но это неплохо. Пусть хоть человек попадется хороший. Вот в гороскопе, к сожалению, нет планеты, которая явно обозначила бы тип вашего следующего мужа. А я хочу, чтобы сейчас вот эти астрологические кубики, которые есть, они в каком-то смысле слова, ну не то чтобы решили вашу судьбу, а подсказали нам, кого же вам искать все-таки нужно, какой тип. Ну давайте попробуем посмотреть, спросим, я позволю себе кинуть кубик за вас и посмотрим, какая планета будет описывать вашего следующего мужа. Мы постараемся такого искать. Я точно не буду стараться по твоим кубикам. Уран. Нужна личность современная, неожиданная, очень свободная и мужчина, которого в вашем опыте еще не встречалось. То есть нужен человек, с которым никогда вы не пересекались профессионально, никогда бы вы не вообразили себе, что он вообще может оказаться рядом. неожиданно, спонтанно, неформально, который не вписывается в стереотипы общества. Проходите, знакомьтесь с первым женихом. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я могу приготовить много именно блюд, рыбы, китайские болтушки, там прочее и так далее. А я считаю, что надо друг другу именно делать такие именно подарки, подношения. Это да, это здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Татьяна, я вас прошу немножко внимания, смоделировать ситуацию. Утро. У вас рядом любимый. Постель. Вы спите. Просыпаетесь. Закройте глаза. Нет. Пожалуйста. Я же закрыла. Закройте глаза. Вы открываете глаза, его нет. Он зовет вас в кухню. Открываете глаза, его нет. Он зовет вас на кухню. Вы приходите на кухню. И видите на кухне очаровательные блинчики вкусные, которые имеют три начинки. Одни с озвученкой, вторые с вареньем, а третьи с икрой. Вы садитесь и кушаете. И я хочу, чтобы вы сейчас научились понимать, вот у меня именно в каком блине какая начинка. Это минут на сорок вот это? Нет, нет, нет. Нет, это быстро. Это пробовать не нужно. Это быстро. Потому что что может быть? Вот вы взяли блин. А вы готовы попробовать? Вот вы скушали блинчик, да? А он десертный. Это плохо. Нужно сначала скушать блинчик с икрой. Чтобы этого не было, потому что я скажу, Татьяна, все, раз такое дело, я ушел на рыбанку. Никаких блинов. Это с икрой. Это с икрой, я почувствовала. А давайте порваем. Почему? Почему? Роза, пожалуйста. Почему? Почему? Я почувствовала. Хорошо. Они были толстенькие. А зачем вы разворачиваете? С озвученкой. А как узнать? А вы скушаете? Почему вы разворачиваете? Ну, закусите. С икрой, правда. Смотреньюк какой, а? С озвученкой, с озвученкой. Молодец. С озвученкой. Но они все с подсказками. Понятно, понятно. С озвученкой. А как узнал это вообще? Я? Хорошо. И варенье, кстати... С сердцем, я все сердцем бицей. Вот видите, варенье сливовое, варенье сам варил, кстати, летом было и клубничное, и малина, его съели с друзьями. Я друзьям возглав. Мужчина на кухне-то вкусненько. Мне кажется, мужчина подходит ей так по темпераменту, по разговору. Мне так... Но мне как мужчине он не нравится. Роза, нужна моя помощь? Не надо. Ну, расскажите мне. Мои самые любимые блины именно с икрой. Почему первая от вас ушла? Познакомились с Германией, когда я служил, потом работал в Германии, там 6 лет. А она была дочкой, да? Дочкой, да, дочкой военных. Дочкой, ну, принято говорить военных. Да. Вот, встретились, полюбились, был роман красивый, родился сын, прожили около 9 лет. Ну, как оно, как-то одно за другое, где-то кто-то кого-то не понял, где-то что-то, какая-то ссора. И вот оно шло-шло к тому, что брак разваливается. И вот она мне призналась, у нее есть одноклассник в Словении, ну, как бы хороший парень. Он начал уже писать. Я видел эти письма, хотя их не читал. Мы сели на кухню, говорю, хорошо, давай так, валится брак, Словения будет в Евросоюзе. Я иду на жертву ради сына, чтобы он жил в Евросоюзе. Ну, она поехала, говорит, хорошо, я поеду, посмотрю, приеду, и, может быть, так оно все и будет. Ну, поехала-приехала, и все, и тишина. Потом этот парень приехал, говорю, ты откуда здесь взялся? Вот я, вот мы. А отношения не выясняли с ним? Нет, нет, я себя удержал. Ребенок остался с вами, пока она экспериментировала, где жить? Да, 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 ребенок пока был со мной. Но это все было с вашего молчаливого согласия? Не молчаливого, с моего продуманного согласия. Это не молчаливое согласие. Мне кажется, от такого мужчины можно устать быстро. Я бы устала. Вот мне кажется, может быть, я правда, но я не моралистка нисколько, ни одной секунды, но не по-божески это как-то, но не по-божески, так не поступает. Я так думаю, потому что, ну, ребенок ваш это все видел, значит, у него будет модель отношений в будущем тоже такая, что, оказывается, можно сесть на кухню и решить, что там колбасы больше, там сытнее, там... И сказать... А теперь мамка с другим папкой. Позже, позже, да. А потом с другим папкой не получилось, вернулась к этому папке. У них же в голове каша. Я, допустим, не такой вариант у меня бы не прошел. Девушка раз уехала, приехала, опять простил. Простил, что-то слишком прям... Такая есть, предавший раз, предавший два. А второй ребенок вот от второй жены? Дотя. Шесть с половиной лет, ну, уже почти семь лет. И она такая у вас блуждала? То приходила к вам, то уходила? Ну, она не то, что блуждала. Которая молодая? Конечно, блуждала. Поэтому вы то в церковь за помощью к батюшке, а он вам говорил, терпи, Виктор, раз ты женился, ради ребенка. Ну, смирение, смирение, да. Два раза она к нему уходила, два раза возвращалась. То есть, к другому мужчине уходила? Да, к тому же, от которого сейчас родила ребенка. И от которого я сейчас ее спасал. Вот поехала, там не то. Вот мне рассказали ребенку. А зачем спасали? А потому что нужно быть милосердным. А и поэтому вы ее оставили в дом? Нет, я ее не оставил, она просто прописана. Я не оставил ее. Она позвонила и сказала, что теперешний ее мужчина, от которого она ушла, чтобы не путались. От Виктора ушла женщина, и теперь у нас мужчина. И позвонила, и говорит, он ее бьет. А там уже у них общий ребенок с тем мужчиной. Не она сказала. Мне доча все рассказала, когда мы с ней ехали на мероприятие. В город, куда я ее вез, с поселка. Вот мне доча, папе по секрету, потому что это любимая папина. Да, и вы поехали. А я потом тещу на телефончик. Которую вы тоже очень любите и считаете ее лучшей вообще. Да, я с тещей на развод не подавал, и она со мной нет. Прекраснейший человек. И дай Бог каждому взять вот такую тещу. Дай Бог. И дай Бог, чтобы у тебя в жизни была вот такая теща. Ко мне тоже возвращалась, только я думал, что я могу тоже именно прощать. Оказывается, я не могу. Вот ей Бог, вы мне простите, конечно, за ради Христа и за блинчики вам спасибо. Хлеб десерт. Но, я слушаю, у меня на колке уже просто волосы шевели. Я как в зазеркалье в какое-то попало. Вот смотрите, вот дотца, это хорошо. Теща бывшая, хорошо. Вы спасли жену вторую, и что? А она с двумя детьми говорит, вернись Витькой обратно. Нет, 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 брака нет. Мне важно, чтобы мой ребенок жил в хороших условиях. И первое, вы знаете, вы хорошо устроились. Первый ребенок, важно, с Словением будет лучше. А второй ребенок, он там с тещей хорошей, ему так будет лучше. А вы-то, человек, вообще ответственность как-то понимаете, что вы рожаете детей, что их нужно как-то худо-бедно. Послушайте, да даже если мне, моим детям предложили бы дворец, а я бы жила, не дай бог, в коммуналке, я бы на своей кровати подвинулась, и тот кусок хлеба, который я им, я бы дала половинку. Я нужна, отец нужен. Вот и ваши сваты кивают, а не Словения в церковь, грехи замаливать быстро. Как можно позволять девушке, какого бы она возраста, ну, любовь любовью, но она ушла раз, другому еще второй раз, третий, он все это прощает, прощает, прощает. Ну что у него вообще-то женщина какая-то. Не знаю, что у него какая-то слабая сторона, проблема мужская, и он без женщины не может и идет на такое мягкое поведение. У вас три бонуса, свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна или традиция. Скелет в шкафу? Скелет в шкафу? Скелет в шкафу, да. Так он сам скелет и есть. Есть один грешок со мной. Я сама открою. О, разбитое сердце, кто же вам его разбил? Может он болеет? Ну там даже, ну там даже должно быть не разбитое сердце, а похлеще. Я один раз изменил жене. Каясь, грешен, плохо, потому что да, я стараюсь соблюдать 10 заповедей, а это есть при любодеянии, это плохо. Но вот и впервые об этом заявляю. Вы сыновей своих не воспитываете, то есть сына и дочку, вот это плохо. А то, что вы куда-то там где-то... То есть так разобраться, вот у всех сердца разбитые. У всех разбитые сердца, да. Давай я лучше с Ярославом и Ольгой поговорю. Вы друзья давно? Да. Ну я около года. Я два с половиной, три года уже. Вот у вас наверняка есть подружки одинокие, вы бы хотели, чтобы они соединили жизнь с Виктором? Вы знаете, он неплохой, он надежный. Это самое главное. Конечно, вся его история жизни это подтверждает. Но так случается, так случается, на той жизни, что разные моменты в жизни, понимаете? Я понимаю, детей только нельзя бросать. Он порядочный все-таки, Виктор. Нормальный человек, он будет жить, я думаю, по-другому. Татьяна, ты обращал к нему? Такую женщину. Лариса, а я понимаю сейчас? А Ярослав, а вы что скажете? Да я тоже думаю, что просто не те женщины ему попадали, потому что вообще он человек праздник, он не серый, у него есть искра, он не боится быть в центре, он не боится ярко одеваться, он не боится говорить о своей жизни, о своей судьбе. Внешне, может, они подходят, чисто по комплекции, такому виду. Но хозяйка, думаю, будет она. Ну, хозяйка будет опять, она будет нести на себе груз своих детей, груз его детей, его жизнь она понесет на себе. Вы задумайтесь, пожалуйста, о том, что вы могли бы Татьяне предложить. Ну, действительно, есть определенное желание дать серьезность, стабильность, постоянство отношений, практический подход. Вот, смотрите сами. Мне кажется, что Виктор достаточно неординарно выглядит, чтобы вписываться в тот уранический образ, который судьба вам предлагает. И сказать, он действительно неожиданно, необычно выглядит. Спасибо большое. Спасибо, вы нас порадовали. Проходите в свою комнату, мы будем сплетничать. Спасибо, спасибо. Ну что, Васька, скомячила пару блинчиков? Очень вкусные. Любишь грешницы? Да, блинчик. Сокрой, да. Блинчик, да? Нет. Что вы скажете, Руслан, Инна? Ну вот, мне очень смущает то, что он говорил о своих женах как. То есть он как мужчина, ну, вот, не делал этот скандал, который, ну, ну, как бы должен разобраться. То есть он как-то так все это принимал легко. Либо он обоих не любил, обеих, простите, либо как-то странно, вот это мне показалось очень странным. То есть как-то так все это легко отпускал этих детей. Руслан, видите его рядом с мамой? Пока, если честно, я не чувствую. Лично я считаю, если раз изменил, может и еще раз изменить. Это мужская, да, мужская. Ему с женой не просто рога, а рога-рога еще сидели на этих рогах, ногами болтали, глаза ему закрывали, по ногам щелкали. О чем вы говорите? Вы держались крепенько за эти рога. Вы говорите, о чем вы, Виктор, там, матери? Это я говорю о том, что... Я изменил один раз. Это чтобы им всем не повалка было. Ну, между прочим, я смотрел в ее глаза, она заинтересовалась. Что вы скажете? Достойный. Цветочки вы положить можете. Достойный. А блинчики? Блинчики съесть вы можете. Вот блинчиками он угодил. Это любимая Татьяна. Я могу девчонке сказать только одно. Да. Нежадные. Представляешь, вот мог бы принести по 2-3 блинчика. А смотри, сколько всего вот это вот. А он же в программе, ты смотрел, как мы здесь хомячим колбасу? Понимал, он посчитал заранее на все, сколько нужно. Он же понимает, что аппетиты... Ну, нежадные, Ларис. По крайней мере, нежадных либо солны. А потом принеси тебе сейчас там какую-нибудь подделку, а ты бы сказала. Вот он же в колбасе и принес, бай. Вот он и постарался. У меня такое ощущение, что она видит, что в нем что-то можно поменять, и она это сможет сделать. Под свой лад. Да, под свой лад. У меня такое ощущение. Я, конечно, глумилась над Виктором все это время и пыталась что-то такого прознать, но на самом деле, конечно, то, о чем мы говорили. Все проблемы из детства. Почему Виктор все прощал, почему страдал и все пытался склеить, у него было ужасное детство. Отец измывался над матерью, их было семеро детей. Отец сбил, поэтому он, конечно, настрадался в детстве еще. И вы знаете, что у него большая мечта маму перевезти в Москву сюда. Поэтому, если вы готовы, что еще будет с вами жить его мама, то думайте. Да, Лариса, конечно, сейчас бальзам на душу таким усатым и целым. Но мама должна быть рядом. Да, мама, родная душа должна быть рядом. Мне маму жаль. Мне маму жаль, я говорил, мама, переезжай туда, в дом, куда, я тебя заберу. Нет. Сестра старшего Ярослава говорит, мама, давай я тебя заберу. Нет, я хочу вот пережить в своем доме и умирать в своем доме. Подарите любимым стройную фигуру. Диета Елены Малышевой. Набор готовой еды для снижения веса. Готовить не надо, все уже сделано для вас. Просто ешьте и худейте. Знакомьтесь со следующим женихом. Ну, здравствуй, Татьяна. Здравствуйте. Вот эти три розы хочу тебе подарить. Они олицетворяют три силы. Святая утверждающая, отрицающая. Это женщина. Мужчина всегда что-то утверждает. И нейтрализующая это, когда возникает подлинное чувство. Оно всегда чистое и белое. Это тебе. Благодарю. Ну, естественно, слышу, что ты. Андрей, 48 лет. В прошлом фельдшер скорой помощи. Сейчас иглотерапевт. Гордится тем, что построил дом и написал книгу. Мечтает поехать в Индию. Предупреждает, что раз в день медитирует. Гражданская жена призналась Андрею, что не смогла отказаться от непристойного предложения другого мужчины. И поспешила расторгнуть отношения. Надеется, что Татьяна лишена корысти. Это Василиси прекрасная. Спасибо. Это вам. Спасибо. Это прекрасная Лариса. Очень же очаровательная эта сила. Спасибо. И я восхищен вами. Ну, я не думаю, что это конкурент, откровенно говоря. Ну, не конкурент, не конкурент, нет. Непристойное предложение поступило жене вот какое. Иди, милая, ко мне жить от Андрюхи. Я тебе куплю квартиру. Правда? Ну, да, да. Ну, сейчас это все понимают, в каких условиях. А до этого вообще же у вас был прям триллер. Вы же с ней встречались четыре года. Она вам врала, что она не замужем. Да? Только она никогда не ночевала у вас? Да. А вы все-таки пришли к ней однажды и с мужем подрались. Нет, я не приходил к нему. Он к вам пришел? Нет, он просто позвонил мне, сообщил, что будет, была у вас связь. Я сказал, да, была. Мне кажется, он к ней никак, я его не хочу обидеть. Более замкнутый. Ни правым боком, ни левым он не подходит. После этого она к вам пришла и стала у вас жить? Во всяком случае, эта женщина, она по-своему хороша, прекрасна. Иначе бы я с ней не имел отношения. Естественно, четыре года нет, естественно. Особенно, когда она вам не принадлежит. И не нужно на нее тратиться особо. Потом ты проснулся, как артист, потянулся. Она рядом не храпит. Не пользуется вашим лезвием для бритья. Это же хорошо, на самом деле, любовница. Пришла сытая к вам. Чистенькая всегда. Душу себя приняла, воду вашу не тратила. Воскресла вам говорит. Да. Еду вашу не съедает. А жене же, она ей все время что-то надо. То мыло, то колготки. Поэтому, поэтому это хороший, хороший вообще расклад. Ну, она все-таки от мужа-то ушла. И стала с вами жить. Ну, же потом. Нет, просто, я так понял, что ей все равно было именно муж. Просто я для нее был как стимул, чтобы уйти от мужа. А впоследствии я узнал, что у нее все равно был... Что она вообще ушла к другому, который ей квартиру. У нее был мужчина, что-то ее не устроило. Это все равно эмоциональные такие желания. Андрюш, у вас есть дети? Есть сын. Ага. А сын от кого? От меня. Мне кажется, она более утонченная, чем он. Да. Ей нужен живчик. Живчик. Ей энергетик. И зарабатываете иглоукалыванием? Да. А что лечите иглоукалывание? Терапевтические, неврологические болезни. Да, говорят, очень помогает. А геморрой не лечите? У тебя проблемы? Да. А что, мне геморрой не может быть, что ли? Что, не живая? Старое-старое сало. У меня, например, вообще попы нет. У меня как у куклы. Вот прям как коленка. Потому что у нас у артистов вот этой гадости, которая есть у вас, у нас нет. Восемь лет сидим. Не знаю, как у вас, девочки. У меня, у нас у артистов нет этого ничего. Так вы лечите или не лечите? У каждого в этой жизни свой геморрой. Не, нет, вы это лечите геморрой. Да что ж ты свой геморрой не знаешь, куда пристроить? Лечу. Молодец. Молодец. У вас осталось два бонуса. Минута наедине и семейная тайна или традиция? Семейная традиция. Есть такая? Есть. Рассказывайте. Ну, она такая простая, что касается именно гигиены, тела. То есть у нас все в семье зубки чистят солью. Да что вы! Да, не пастами, ничем. Тогда бы уже рассказал бы, что зубная паста влияет на мужскую потенцию. Давайте зубы чистить солью. А сюрприз приготовили? Конечно. Покажете? Конечно. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ А-а-а! Какая прелесть! Это что? Это Татьяна, наверное. Ну, это... Какое-то индийское божество, как я вижу, да? Это маленький Кришна, Бог, Творец. А у вас еще и мечта побывать в Идеи? Ну, конечно, да. Там очень старые древние храмы есть. А вы не православный? Дело в том, что я больше ведической вере принадлежу. Я знаю, я знаю ведической. Быстро креститься и в храм замаливать Градуфуева. Андрей, подумайте, пожалуйста, о том, что вы хотели бы дать Татьяне. Ну, секунду, помедитируйте. Ну, естественно, мне хотелось бы ей еще дать именно шоколад. Потому что говорят, что шоколад, он гормон счастья. Да, да, да. То есть это то, чего всем не хватает. Да, да. Все любят шоколад. И он такой вот... А вы любите соекс, как и Татьяна. Я особенно. Я думаю, у вас может сложиться пара. Спасибо. Передайте через Василису. А ты говори быстро, что там выпало. А тоже выпал знак Козерога, который говорит о том, что... Совместное проживание... Да, обязательно. Совместное проживание будет, скорее всего, довольно скромным с материальной точки зрения. Но понятность, относительную стабильность отношений Андрей может обеспечить. Спасибо вам. Проходите в свою комнату. Это не праздник фейерверка. Правда? Усталый какой-то от жизни. Да, он действительно... Или ехал долго, или... Не, ну... Передосыпает. Вы знаете, достаточно интересный человек. Мало того, я была в йога-туре. Я действительно знаю, ведические знания у меня есть. Я думаю, он очень интересный человек. Она в теме. Она вам очень, вот, кстати... И она... Вы ей понравились. У вас еще есть один жених. Знакомьтесь, удачи. Добрый день, Татьяна. Добрый день. Я такую хочу сказать небольшую вещь, что у меня всего лишь один цветок. Кому нравятся цветы, он их срезает. А кто любит цветы, он их поливает и ухаживает. Я обещаю вам, что я буду за вами ухаживать, любить. И чтобы вы свели. И ваша улыбка вот такая, чтобы она нас радовала. Не только кого-то, но и меня лично. Благодарю. Благодарю. Олег. 50 лет. В прошлом тренер под дзюдо. Сейчас оперативный дежурный. Ходит в тренажерный зал и участвует в чемпионате по самбо. Гордится своими учениками и мечтает открыть свой спортивный клуб. Олег 5 лет встречался с замужней женщиной и мечтал стать ее законным супругом. Но она так и не решилась разрушить свой брак. Надеется, что с Татьяной он будет счастлив в любви. Олег, вы первый мужчина за всю историю программы «Давай поженимся», которого динамила любовница. Обычно с такими байками приходят женщины. И что, чем она вас там кормила? Говорила, небось, пока дети не подросли. Муж больной, если я уйду, он выбросится из окна. Да? Да, я был в городе Москве 7 лет, работал старшим сотрудником смены охраны. И у нас элитные магазины. И у нас, мне самому это было неприятно, что у нас вместо мужчин скрытыми детективами работали женщины, девушки. И кем они приезжали, устраивались, никто их личную жизнь семейную нам не озвучивал. У меня в смене работали 5 девушек. Вот эта девушка, с кем у меня были отношения, она работала в другой смене. И когда стал вопрос с моим напарником, он говорит, или я ее уволю, уберу со смены, или ты ее заберешь себе. Я говорю, почему? Потому что девушка была очень яркая, очень видная. А кем она работала, я так не понимаю? Она, вот я сам удивлялся, когда этих девушек брали, ну как вот вообще девушка идет в охрану работать? Охранница? Охрана, но она не одевает форму охранника, она ходит в своем личных вещах. И смотрит, не ворует ли кто что в магазине с полок, да? Жених волнуется, ну и все, прямо. Прям серьезный такой. Да нет, серьезный. Вы тоже волновались? Да, конечно. Все волнуется. Вы познакомились, у вас начался роман. Да. И она от вас скрывала, что замужем? Она от вас скрывала, а потом сказала, да, что у нее двое детей. Но с мужем она не спит, у них отношения закончились, муж от нее там... Ну это как всегда. Да, все равно я взрослый мужчина, я в это не верил, но как бы пошел на поводу, что постепенно-постепенно... Пять лет длились ваши отношения. Да. А вы себе ответили, почему она замужняя женщина с двумя детьми? И уверенная, и удовлетворенная браком. Я бы с удовольствием хотел встретиться с ее мужем, я всегда это начал потом задавать. Вот почему мужчина, имея такую красивую женщину, отпускает ее в Москву работать? Нет, понимаете, а почему, зачем ей были вы? Я был, потому что я ее помогал в этом... Начальник смены. То есть вы выступали ее карьерным трамплином? Я не карьер, а просто был ей, грубо говоря, защитой. Ну как это так? А вот замужняя женщина встречалась? Это же нонсель. Скажите, а вы же были женаты, вот у вас дети, двое детей, которые с вами живут? Ну, сейчас они живут в Москве. С вами? У нас свое дело, своя квартира, дочка учится на четвертом курсе медицинсути. Ситуация такая, что он тоже мог оказаться на этом же месте. Он выросл, был бюкью, торган, пяти палый. Вот перед вами Татьяна, куда повезете ее? Ну, для Татьяны город Сочи. Ты увидела красивый костюмчик, уже не сдаешь вопроса, нигде живет, ничто есть. Да? Вот и ворона, чистая сорока. Сама ты ворона? Я должна сейчас спрашивать. Так мне и так понятно, он же сказал, в Сочи, тут один плюс один что, три что ли будет? Два, понятно. А в Сочи-то что у него есть? Да ничего, в Сочи у него нет. А куда повезет тогда, Татьяна? Так зачем он ее везти куда-то? Он сам к ней бреет Москву. Он же, в принципе, готов вернуться, правда ведь? Да, я разослал резюме, очень много предложений, мне вернулся в Москву. Дочка тоже просит, пока я здесь находился. В соединении семьи. Я к своей, раз в три месяца, раз в полгода, и сейчас принял за цель раз в два месяца. Или же сюда ее забирать. Да, лучше сюда. Чтобы это... Показать центр. Нет, я на Ярослава смотрю, чтобы это счастечко, вот оно, возле папы. Вам нравится, Татьяна? Ну, это... Татьяна мне нравится. У нее улыбка. Правда, мне показалось, что у них с первым претендентом более такая связь пошла. Не надо сейчас ревновать, еще подождите. Никакой еще связи никому не пошло, поэтому... Давайте это вы расскажете всю минуту наедине, у вас остался один бонус. Проходите, Олег Татьянов. А вы пока мимо меня будете проходить, вы подумайте тоже о том, что вы могли бы дать Татьяне. Вот что лучше из своих качеств вы можете предложить? Вон туда. Оля Павловна, будем дедушку вам искать, молодого. Молодого дедушку. Оля Павловна, прекратите. Ярослав, сел. Конечно. Прекратите. Я тоже очень люблю спорт, меня интересует, какой именно. Я 13 лет работал тренером по борьбе за дой сам. Очень люблю, еще занимался настольный теннис, бомбинтон люблю. Как бы самое у нас такое демократичное, это бег трусой по утрам. Кроме спорта, я очень люблю литературу, буду Есенина. Я тоже люблю. Люблю посещать театр. Сейчас приезжал Сергей Безруков, я ходил на его моноспектакль. И вот этот сериал Есенин с Безруковым, я одно диск у меня круглый газ заездил, сейчас приезжал второй. Очень люблю его. Я тоже. Я пересматриваю, я не знаю сколько, это да. Ваше время истекло. А сюрприз приготовили? Да, я такой хочу небольшой показать сюрприз. Честно говоря, я хотел прочитать стихи, но так как у меня работа была связана со спортом, мы попросили показать небольшой сюрприз со спортом. Вот эта простая такая называется спортивная резина, по старые времена мы буквально из трактора МТЗ вырезали такие жгуты для наших учеников-воспитанников. Очень много упражнений, можно делать как бы на приседания, на ноги упражнения взяли, можно работать на бицепсы. Если ее найти нам как бы куда-то закрепить, то работаешь на выведение из равновесия, работаешь для бросков. Здорово, спасибо. Круто. Спасибо, ребят, забирайте отца. Молодец, вот это я уважаю. Спорт обожаю и уважаю. Понравился? Да. А вам? Мне тоже понравился. Как бы у меня сходятся с ним интересы, я тоже занимался боксом. Молодец. Самое главное, чтобы у мамы твоей сходили интересы, а не твои. Для меня самое главное, как бы, чтобы моя мать была счастлива. Это самое главное. Невеста. Такая лучезарная от нее, прям так. Прямо отходит для нашего отца. Что вы ему навязываете? А вот ему хочется свои интересы тоже. Он дитё, 18 лет. Почему нет? А он говорит, а мне будет интерес. Он про маму ничего не знает. Но ему будет с этим дядей интересно. Что вы ему затыкаете? Хорошо. Мама им столько дала, она столько им душу отдала, их вырастила, а теперь должен нам делать только для мамы все. Только. Кто вам это сказал? Нет, это мы рожаем детей, и они для нашего счастья. Мы детям должны, а дети нам не должны. Нифига. Понимаете? Это правда. Я понимаю свой возраст, но она мне, честно, если выражаться языком молодежи, зацепила. А поедете, вот вопрос. Он никуда не хочет его забирать. Он хочет приехать в Москву. Его семья здесь, бывшая жена, дети, внуки. Нет. Тебе не надо понимать, он тебе русским языком говорит. Здесь хочу жить, в Москве. Что ты хочешь? Да, я хочу жить в Москве, хочу переехать здесь, больше возможности себя реализовать. Я предполагаю, что он серьезно настроен искать женщину. Он будет строить долговременные, долгосрочные отношения. Правда, чудовищно ревнив. Учитывайте это, пожалуйста, не скрывая от этого. Но официального брака, скорее всего, не сложится. Просто потому, что вы замучаетесь доказывать ему, что вы достойны этого самого официального предложения. Он фактически сейчас начинает все с нуля, если он сейчас переезжает в Москву. У него здесь нет ни работы, ни жилья, ничего. Он начинает все с нуля. В 50 лет все с нуля. Ну, поскольку у вас глаз загорелся на Олега, и вы очень долго, подозрительно, не выходили из комнаты, значит, вам было о чем говорить. Вы шли, продолжая общаться, значит, у вас еще куча времени для того, чтобы друг друга узнать. И он вам понравился. Я тоже за Олега. А я нет. Я считаю, что на старости лет, собственно говоря, нужно же, чтобы мужчина перед тобой скакал и прыгал, как говорится. Хватит у вас перед... Этот не будет. ...перед другими, конечно, не будет. Поэтому либо Виктор поближе, кстати, живет. Знаете, тоже не наездитесь. Либо Андрюша, вот с иглоукалыванием и с его правильным образом жизни у него еще долго функционировать будет. А вы, как говорит, целоваться любите. Поэтому я думаю, что вот с поцелуями к Андрюше, а с комфортом к Виктору. Да, только Виктор. Сами заберем. Розу, розу, обожай. Да. Вот он практически человек, ближе живет. Вот она у тебя забрала. Ближе живет. Со всеми плюсами и минусами эти совершенно разные люди соответствуют в своих намерениях знаку козерок. Я бросала кубик, и для всех выпадало именно это значение. Не кубик ошибается, это действительно так. Но больше всего соответствует именно Олег, потому что он и есть козерок, и в гороскопе его многое стянуто на качество этого знака. Только, пожалуйста, вспомните мои слова о том, что быстро жениться, формально жениться, он, возможно, не захочет. Наверное, потребуются какие-то усилия для того, чтобы его в следующий брак, в следующие отношения, ну, формализовать эти отношения. В любом случае, выбор за вами. Ваше сердце вас приведет туда, куда нужно. Ну, а я, конечно, вам пожелал бы пойти в храм. А вы депутат в каком округе? В районе от Радной, города Москва. А вы в каком округе? Митина. О, женитесь на Анастасии, потому что вы можете все в этом браке. Я тебя обманываю, что мне не 28 лет, как ты думаешь? Наверное, стоит вообще не ввязываться. Идея, ну, моя невеста. Мне надо понравившись себе оставить. Мне поэтому сложно. Я предлагаю всем выйти. Давайте поддержим Татьяну. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Добрый день. Мне очень понравились. Я не могла отказаться от пробежки с вами утром в Сочи. Надеемся, что будет солнечная погода. Поэтому я предпочтение отдаю вам. Большое спасибо. Я такой ваш выбор. Понимаю, что в этом году у меня будет все очень хорошо. У нас есть пара Татьяна и Олег. Если вы одиноки или вам понравился тот из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, женимся. Удачи.